Взросление Первое, пора искать работу. Лично у меня такая проблема уже сложилась, потому что я понимаю то, что хватит спинокрызить родителей, и пора уже что-то в своей жизни делать. Помимо учебы, работы искать, родители уже об этом начинают напоминать. Сынок, не засиделся ли ты дома? Хватит сериальчики-то смотреть, иди работай. У тебя нет такого, что работать-то пора? Во-первых, я учусь на бюджете, и я получаю стипендии. А еще я пенсионер, и я получаю пенсию. Поэтому я пока о работе не так сильно думаю, как ты. Но все равно я думаю о работе по специальности. Не хочется просто катаковать то, на что я учусь. Второе, на улицах меня начали уже называть дяденькой. Вроде бы ничего плохого нет, но меня это настолько ущемляет. Я понимаю то, что я уже не мальчик. Да-да-да, у меня тоже была такая ситуация. Я, конечно, это не причисляю к какому-то огромному минусу, но суть в том, что буквально полгода назад, если идет родитель с каким-то маленьким мальчиком или девочкой, которому годика три, и говорит, ой, смотри, какая девочка идет, то сейчас меня начали называть тетенькой. Ой, дяденька. Ой, сыночек, ой, доченька, помахай тетеньке ручкой. И я как-то так... Что? Следующее. Особое обращение, которое было с ребенком, оно закончилось. Я не знаю, у тебя такое было или нет, но вот лично, когда я был в том возрасте, естественно, обращались совсем по-другому, то есть с несходительными были. Сейчас зато нет. Сейчас ты уже просто полноценный член, не только семья, а общество в целом. У меня, на самом деле, двоякое мнение, потому что, с одной стороны, да, у меня мама тоже начала ко мне относиться как более старшим. Если раньше, ой, Дашенька, ты приготовила еду, ой, Дашенька, ты убралась молодчина, хорошая девочка, то сейчас я просто это обязана делать. Просто как само собой, разумеется. Но, с другой стороны, конечно, я для мамы осталась таким же маленьким ребенком. И мама продолжает со мной сисюкаться, и иногда она просто забывает, что я взрослый человек. Расскажу случай. Восемнадцать лет можно пить официально. Да. И идем мы с мамой в магазин. Мы на даче, мы собираемся делать шашлыки. И, конечно же, родители немножечко, ну, винца или шампанского попивают. И мама мне говорит, Даша, пойди, возьми себе сока или какой-нибудь газировочке, чтобы ты не скучала и тоже выпила. И ты сказала, мам, я тебе напомню, ты, может быть, забыла, но мне тоже можно пить вино. Мне как бы уже восемнадцать. Мама была реально в шоке. Она реально забыла, что мне восемнадцать лет. Она минут пять, наверное, отходила, сказала, да, ребенок вырос. Была такая ситуация. Мне, наверное, лет шестнадцать уже вталкивают, выпив пивкота, наконец. Нет, так дедушка у меня. Да, ну, мне и дедушка, и там все знакомые, и мамы. Типа, ну, если хочешь, ну, давай, чё ж, со всеми вместе за компанию. А я наоборот. Олег, Олег, у нас пресский человек, нехрующий. Сачка, а мне лучше налейте. Так вот, ладно, опустим эту тему. Это можно долго обсуждать. И, кстати, вот мы сказали насчет обязанностей по дому. Мы к чему это говорили? К тому, что... Должны это делать уже без напоминания. Да, да. Если в детстве тебя попросили, то сделать тебя похвалили. То есть сейчас ты без всякого напоминания просто тупо это делаешь. Да, да. Это выполняешь. Нет, просто мы так сказали сначала, мне даже показалось, как будто мы жалуемся. Нет. Вот, я к тому и говорим, что это не жалоба, просто мы делим ещё с вами. Потому что по-другому это как-то стало выглядеть. Дальше. Мои одноклассники уже начали жениться, беременеть, животикам. Я только знала, что он скажет это. Это шок. Вот взросление, с чем мне связано. Хочу сказать, извини, что я перебила. Я вот, когда Маня это была, думала, жениться, подождение ребёнка. Это так ещё далеко. Это так меня не касается. В плане не то, что я рожу или выйду замуж. Вообще, в принципе, моего круга общения, моего возраста, ну, это не касается. И тут не просто я слышу от друга, от своего, я просто наблюдаю за своим кругом общения. Одна скоро выйдет замуж, другая помолвлена. Ещё одна знакомая, с которой я познакомилась, тоже скоро выйдет замуж. Другая девочка вообще залетела год назад и родила, и воспитывая девочку. В общем, и тут я так... Да. Да. А мы любим в кихи покусать. И мультики посмотреть. Дальше, вот, наверное, грустная тема, но мы взрослеем, и наши родители, они не молодеют. Это, наверное, я хотел тоже упомянуть. Это, на самом деле, страшная, мне кажется, даже тема, потому что вот сейчас, если об этом задуматься, просто слов нет. Время просто летит, на самом деле. Ребят, чем старше мы становимся, тем быстрее бежит время. Просто оно нещадно с нами. Год пролетел, как, я не знаю, как месяц. Хоп, и его уже нет. И вернусь к теме про родителей. Да. Потому что... Ну, честно, как, мужашки. Мне так грустно просто, не знаю. Но, на самом деле, все равно, мне кажется, плохим, если надо выбивать из головы. Думая о плохом, мы притягиваем плохое. Так что, ребята, думайте о хорошем. И будете притягивать хорошие. Так, следующее. Мы начинаем все больше и больше ностальгировать. Вот это я заметил, прям, такую тенденцию. Вот идем, мы, вот, познакомились сегодня с теми, первый курс. Все, что нас связывает, это мы все начинаем вспоминать о прошлом. Вспоминаем, там, какие конфетки раньше ели, вот вкусненькие, сейчас, которые не подают. Я только вчера ностальгировала. Вот, и понимаете, что все, это жизненный путь прошел. В лагерь мы больше не попадем, в школу мы не попадем, мы... У нас больше не будет второго последнего звонка, у нас не будет выпускного. Это время уже прошло. Офигеть! И мы к этому уже не вернемся. Мы будем только это вспоминать. И это и называется взрослением. Вот когда какой-то жизненный этап у вас позади остался. Начинаешь вспоминать, какое приятное у тебя было беззаботное детство. Но! Беззаботность, вот, это тоже можно отнести. И все. Какая беззаботность, может быть? Алло. Пока что мы на этом закончим. В следующем видео будет вторая часть, где мы продолжим разговаривать о взрослении. Мне кажется, эта тема будет вам интересна, потому что среди моих подписчиков довольно-таки много школьников. А на этом все. Спасибо большое, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал Олега и ставьте пальцы вверх. И пишите свои ответы и комментарии насчет этого видео внизу. Будьте счастливы. Пока. Все, пока. Нигочи. Нигочи. Нигочи.